всем привет хочу сегодня сделать мини видео обзор двух похожих моделей dermapen называется одна hydropen другая aquapen выглядят они в коробочках вот так вот aquapen чуть толще hydropen чуть шире но сейчас более детально по каждой из них вот такая вот коробочка hydropen вот такая aquapen достаем приборы чем aquapen вышла модель позже чем hydropen тугой пакет какой-то чем такие тугие пакеты делать что потом или достать так вот такой вот aquapen такой hydropen aquapen потолще сейчас детальней так по комплектации тут идет специальный колпачок который одевается который одевается на прибор тем самым защелкивает картридж вот сюда он одевается сначала одеваем картридж а потом вот такой вот не выпал картридж причем они абсолютно подходят друг другу я вообще не понимаю зачем делать два одинаковых прибора более 2 еще толще в общем сейчас будем разбираться так значит и по комплектации два этих колпачка потом что там у нас еще инструкция инструкция два картриджа по 0,5 миллиметра иглы да очень важная особенность так это понятно важная особенность этих приборов в отличие от других дермо пен здесь не регулируется вылит иглы здесь вы выбираете сразу картридж который вам нужен для работы выбирайте выбирайте с конкретным вылетом иглы есть картриджи 0,25 миллиметра 0,5 миллиметра миллиметра и полтора миллиметра вылет иглы так по комплектации hydropen тоже самая инструкция два таких же картриджа и тоже зарядка шнур все убираем их чтобы не мешали так вот такой вот картридж идет к этим аппаратами сюда залил уже водичку то есть это картридж для сыворотки вы сюда наливаете сыворотку или мезо коктейль или там в общем по проблеме там у кого пигментация отбеливающие у кого окна против окна и так дальше то есть вот мы залили условно сыворотку нам необходимую вот смотрите вот такие вот иголки это у нас 05 и 0 25 миллиметра я взял так вот уже капает сыворотка наша условная и так в чем же отличие от обычных моделей дермопен здесь идет автоматическая подача сыворотки то есть мы стали вставляем картридж открутили крышечку зафиксировали видите водичка бурлит и вот когда мы начинаем работать сыворотка автоматически у нас проникает зону где мы делаем микро проколы это конечно очень удобно все происходит одновременно вам не нужно сначала наносить сыворотку потом прорабатывать потом еще наносить то есть можно делать несколько проходов самые какие-то зоны которые нужно больше обратить внимание и у нас сыворотка поступает так по поводу скоростей так где фокусировка это у нас сейчас первая скорость вторая скорость что ж такое фокус третья скорость четвертая скорость то есть четыре скорости все отключили прибор вот такой вот у нас гидропен для домашнего использования это вообще идеально залили сыворотку и пошли работать выбрали картридж допустим 0,5 миллиметра по лицу так покажу дальше на аквапен то же самое вставили картридж зафиксировали вот этой вот штучкой и 4 скорости тоже все то же самое не понимаю зачем нужно было делать две одинаковые модели ну аквапен дешевле выходит на 200 гривен видимо что-то там какую-то детальку сэкономили и аквапен он громче сейчас вытащу картридж сейчас включу аквапен вот так он работает вот гидропен в общем гидропен мне больше нравится и по дизайну и по шуму характеристикам по вибрации одинаковые они вибрируют а вот шум шум конечно больше у аквапена а так все одинаковое картриджи одинаковые ну не знаю 200 гривен разница делать из этого новую модель чтобы на 200 гривен сэкономить при этом по звуку она громче намного ну короче судить вам вот и все то есть есть плюсы это конечно автоматическая подача это и отсутствие перерасхода то есть вы себе залили там необходимое количество на одну процедуру все больше вы не потратите вот допустим если заливать сыворотку наносить вручную то там тяжело контролировать расход вы наливаете потом прорабатываете иглами потом может быть опять наливаете если нужно проработать этот участок больше то здесь такого нету но минус конечно это длина игл постоянная то есть вы выбрали допустим 0,5 миллиметров все вы работаете полностью на одной глубине вот такие вот дела всем спасибо за внимание описание будет под роликом обращайтесь